Перекрёсток Комсомольской проспекта Ленина отличается своей популярностью. Большой поток пассажиров и автомобилей приводит к частым ДТП. В связи с этим городские власти решили провести эксперимент. Они изменили транспортную схему так, что для тех, кто движется по продольной, зелёный свет горит 112 секунд, а тем, кто всё это время вынужден ждать разрешения для проезда на Комсомольский мост или вниз к Волге, всего 15 секунд. Нововведение едва ли повлияло на количество аварий, а вот на количество пробок ещё как. Жители города Героя начали активно высказывать своё негодование в соцсетях. В таких условиях пересекать проспект Ленина в дневное время суток было просто невозможно. Волгоградцы прикрепляли к своим постам и комментариям фотографии перекрёстка и скриншоты сервиса Яндекс.Пробки. Уже через несколько дней после начала эксперимента властям пришлось вернуть старую схему движения. Оказалось, что собирается большое количество автомобилей, заторы большие и было принято решение вернуть всё обратно так, как было. Я думаю, что в данной ситуации, когда вернули обратно режим работы светофора, он наиболее оптимальный. Надо просто быть внимательным, соблюдать требования правил дорожного движения и не попадать в ДТП. Но, к сожалению, вне зависимости от транспортной схемы, волгоградцы попадают в аварии на этом перекрёстке. Об этом свидетельствуют всё те же сообщения пресс-службы областной госавтоинспекции и посты горожан в популярных интернет-сообществах. Конечно, после возвращения старой схемы с пробками стало проще, но убрать их окончательно всё равно не получается. Вот скриншот с сервиса Яндекс.Пробки, который мы сделали днём 27 декабря. Как видим, улица Комсомольская ниже проспекта полностью стоит. Так в чём же проблема этого перекрёстка? Своё мнение по этому поводу высказал член общественной палаты Волгограда Михаил Соломонов. По его словам, всё дело в отсутствии необходимой дорожной инфраструктуры. Светофоры расположены неправильно, наземных пешеходных переходов нет, а пользоваться подземными удобно далеко не всем волгоградцам, так что они пересекают оживлённый участок дороги в неположенных местах. Вот яркий пример о том, что люди переходят в центре города в центральном перекрёстке, и здесь должен быть пешеходный переход. Нельзя создавать среду без возможности людям переходить дорогу. Да, здесь есть подземка, но это вход в трамвай. Ну и кому нужно, они спустятся. Не менее важным фактором, по мнению Михаила является допустимый скоростной режим. Сейчас можно ехать с максимальной скоростью, с разрешённой по сути. Это 80 км в час, 60, плюс у нас есть 20 допустимые превышения скорости. И мы до 80 км в час можем разгоняться. И, соответственно, если машина едет и видит моргающий светофор жёлтый, на скорости 80 у него желание проскочить, потому что остановиться гораздо труднее, ну, сразу на такой скорости. Как изменится и изменится ли вообще ситуация на перекрёстке Комсомольска и проспекта Ленина пока не ясна. И, судя по всему, всё, что остаётся волгоградским автолюбителям – это надеяться на себя, больше смотреть по сторонам и быть более сосредоточенными за рулём. Иван Богданов, Игорь Радковский, телеканал «Волгоград-1».